Кажется, ничего не мешало молодому человеку украшать необычной надписью «Дверь». А вот и нет. Камеры видеонаблюдения, расположенные на магазине «Ян» Открытого акционерного общества «Беловежский», уже записывали интересное кино с участием нарушителя. Возможно, поэтому во время открытого процесса над молодым человеком от предъявленных ему обвинений он не отказывался, несмотря на то, что наказание за свой поступок считает не совсем справедливым. Да, справедливо. Полностью признаю свою вину. Я знаю достаточно людей, которыми занимаются и остаются безнаказанными. Но мне не повезло. Дело, рассмотренное в суде Московского района города над Бугом, по-своему уникально. На скамье обвиняемых не подросток, а уже совершеннолетний юноша. Решение суда было однозначным. Согласно статье 10.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за свой творческий порыв молодому человеку придется возместить материальный ущерб и заплатить штраф. Детская шалость обошлась временно неработающему юноше в сумму порядка 2 миллионов белорусских рублей. Как сообщил помощник прокурора города Бреста Игорь Ракита, с подобными нарушениями в суде сталкиваться приходится редко. Чаще конфликты решаются сразу на местах. Юрист считает, что штрафные санкции помогут предотвратить подобные акты вандализма, а подобные показательные суды станут уроком для тех, кто страдает художественным рвением. Это является достаточно действенной мерой, потому что, прежде всего, речь идет о его собственном заработке, его собственных средствах. Ну, конечно же, и многие родители выплачивают за своих детей эти штрафы, но все-таки существует и какое-то соответствующее отношение у этих правонарушителей, которое не позволяет им допускать эти ситуации впредь. Ответственность за совершенные акты вандализма весьма обоснованна. Однако, не стоит забывать, что сегодня для законопослушных граффитистов есть где приложить художественные силы. В Бресте существуют специальные стены и площадки, где каждый желающий может оставить свой творческий автограф. Кроме того, в городе над Бугом работы граффитистов могут своеобразно увековечиться, благодаря разнообразным конкурсам на украшения стен домов и кинотеатров. Что лучше, рисовать и радовать других, или портить и платить? Каждый решает сам для себя.